МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Давайте как бы все-таки вернемся к нашему экономическому росту, развитию и по сути своей поймем одну простую вещь. Образование не дает трудоустройство. И когда потом я спросил, кто же вас обманул, все говорили родителям. Это они сказали, что нужно идти в университет. На самом деле образование это самое простое, что только есть. То есть образование можно получить заочно, как угодно. Вообще это не имеет никакого значения, как вы получите диплом, если он вам так сильно нужен. Можете вообще раз в полгода приезжать, как бы учиться, если оно вам надо, когда-то будет зачать такого. Но по сути своей, когда я слышу от девушки, что ей надо еще куда-то хотя бы учиться, в третий рост, я понимаю, что она просто не хочет работать. Я просто понимаю, что она не хочет работать. Потому что я, например, никогда не хотел учиться, я хотел работать. И у меня была проблема с тем, чтобы учиться. Я был абсолютно неучен, абсолютно неучен и абсолютно двоечен. То есть, по сути, поступление мое в первое учебное заведение спасибо моим преподавателям, которые нашли ключ ко мне и заставили меня учиться. То есть, у меня было два преподавателя и, на самом деле, вот это магия, самая настоящая. Потому что один из этих преподавателей заставил меня выучить математику, которую я учить не только не собирался, она у меня была вот так, а вторая заставила меня писать без ошибок диктанты, изложения и так далее. Это тоже было невозможно, потому что я в одном слове из пяти букв делал три ошибки. Надо сказать, что обе женщины, они просто выдающиеся. У меня есть симпозиум, где я четыре часа про одну из них рассказывал. Это странная очень женщина с очень странной головой, с очень странными мозгами, преподавателем математики, и она меня заставила выучить математику. Она не заставляла меня, не кричала на меня, не учила меня, вообще со мной ничего не делала. Хотел я заниматься математикой? Мы занимались. Не хотела, она со мной про египетские пирамиды разговаривала, а со мной четыре часа могла разговаривать про египетские пирамиды, про тень какой-нибудь Европы, про Германию и так далее. Это была очень эрудированная, образованная женщина. И если я не хотел заниматься математикой, она видела, что я не хотел заниматься математикой, она со мной беседовала на разные отвлеченные темы. Понимаете? И так проходило два-три часа, потом она меня отправляла, потом я опять приходил, я опять приходил заниматься математикой, она опять со мной разговаривала об истории, о природе, о погоде. Я сдал экзамен. Я сдал экзамен. Сам, без помощи кого-либо. Сложнейший вуз. Я написал математику на четыре балла, это было, ну, очень высоко тогда. То есть я набрал без одного проходной балл. То есть, по сути, вот если три экзамена, это 15 баллов. То есть я получил одну четверку. Две. Четыре, четыре, пять получился. Так. Тринадцать. Тринадцать баллов, а проходной был двенадцать. Да, это на балл выше получил. Учиться я не хотел. Я хотел работать всю жизнь. Мне казалось, что мне вот нужно срочно работать, и мне не надо учиться, потому что вот это нытье. В школе нытье потом еще где-то там, оно вот вообще не добавляет денег в кармане. Ну, а мне, в общем-то, как любому парню, смотря на это на все, очень хотелось денег. Хе-хе-хе-хе. Это очень смешно, я знаю. Хе-хе-хе. Очень смешно. Ну да, потому что люди курили марвару уже, понимаете, как бы. Люди курили там дорогие сигареты, они уже сидели в дорогих ресторанах, только появились кооперативы и так далее и тому подобное, уже начали появляться иномарки. И очень хотелось жить по-человечески, если так можно сказать. А денег на это что? Не было, да. И, в общем-то, когда я смотрю на сегодняшнее образование, ничего не поменялось. За 30 лет ничего не изменилось. То есть, людей продолжают дальше обманывать. Идите, учитесь в университете, тогда у вас будут деньги. Это неправильно. В Толдорожье. Не будет. То есть, если вы будете учиться в университете и на этом делать ставку, то вы никогда не заработаете никаких денег. Это бесполезно. То есть, посмотрите свои. Фотографируйте доску. Что происходит на самом деле? У нас огромное количество заблуждений относительно такого явления, как бизнес. И даже люди, которые работали в бизнес-структурах, они не имеют ни малейшего представления о том, что такое бизнес. Я уже это потом понял в ходе своей консультативной практики. Да. Надо сказать, что перед вами человек, который в Украине начинал отрасль стратегического консалтинга. Я был первым стратегическим консультантом на Украине. Украина даже слова такого не знала тогда. У меня была такая сцена. Я попал в некое неприятное заведение. Вот. Сижу. Напротив меня сидит такой злой человек. Он спрашивает, где ты работаешь? Чего ты занимаешься? Я говорю, я стратегический консультант. Он говорит, кто? Я говорю, стратегический консультант. Он говорит, ты что, издеваешься? Я говорю, да нет. Так и есть. Я не слышал о такой профессии. Это какой-то обман. Я говорю, вам достаточно открыть то, то, то. Пятое, десятое. Я говорю, да пошел вон. Я разберусь. И действительно, на следующий день, говорит, приезжай ко мне. Я опять приезжаю. Он уже начитался всякие фигнины. Говорит, слушай. Солидная профессия. Слушай, а где ты взял эту профессию? Да? Я говорю, в Америке. Считается, что Марвин Бауэр когда-то основал отрасль стратегического консультанта в США. И вот я примкнул к этой отрасли, учился и стал стратегическим консультантом. Для наших людей это было просто непонятно, что такое стратегическое консультирование и управленческое консультирование. Тогда в те времена люди даже не могли себе представить, что такие специальности в экономике существуют вообще. То есть по сути. Это потом эти специализации начали разваливаться на кучу мелких специализаций. Потому что одного человека подготовить его же надо не семь, не восемь, пять. Их же учат специально там. А у нас же некому учить, у нас нет ни специальных мест, ни специальных. Гарвардская школа бизнеса была под этой приготовкой. То есть ее создал Марвин Бауэр для того, чтобы отбирать людей в Маккензе. И получается, что у нас таких компаний не было, никогда не существовало. А я был один на всю Украину, который занимался консультированием бизнесменов по ведению этих бизнесменов. И знаете, бизнесмены, они всегда были в большом шоке, в большом шоке, от меня. По причине того, что они надеялись перед собой увидеть какого-то профессора, страшного, умного в очках, а появлялся парень молодой. Совсем не похоже на профессора. А самое главное, когда меня спрашивали, ну ладно, будешь ты нас консультировать, сам ты что-то умеешь, у тебя там у самого бизнеса есть какие-то. Я им давал возможность это выяснить без меня. Одну раз вы такие умные, задаете такие вопросы, давайте перенесем встречу на 5 дней, а у вас есть 5 дней меня изучить. Делайте это самостоятельно. Пожалуйста. И когда они приезжали в следующий раз, уже другой разговор совершали с этими людьми, потому что они понимали, что перед ними сидит бизнесмен, у которого достаточно успешные бизнесы. Человек, который, наверное, много что сделал на этой ниве. И по сути своей, моя фирма, которая занималась стратегическим консалтингом, это один из элементов. Это история всего лишь навсего. То есть там, где я был директором, это была одна из элементов. То есть были и другие предприятия, которые занимались вспомогательными вещами, которые мне нужны были для элементов стратегического консалтинга. Ну, например, охранный бизнес. Мне нужен был для того, чтобы решать задачи, которые мне необходимы. Мне нужен был юридический бизнес. Фирма имеет кучу потребностей, и мне нужны были вспомогательные бизнесы, которые позволяли мне осуществлять мою консультативную деятельность. Поэтому была и такая фирма, и такая, и такая, и такая, и люди там работали. И в конце концов выяснялось, что это не 50, даже не 60, а побольше. Что, по сути, я директор фирмы, это номинал просто. Я хозяин всего. Я не директор этой фирмы. Это так. Вам сейчас. Да, поэтому они были вынуждены ко мне прислушиваться. И когда я начинал их спрашивать о том, как они это делают, мне же нужно было понять, о чем их консультировать. Выяснялось, что они не имеют ни малейшего представления о том, чем они занимаются. Так было всегда. Мало того, здесь сидят люди в зале, которые это почувствовали на собственной шкуре. В зале есть люди, которые почувствовали это на собственной шкуре. Неоднократно. До тех пор, пока я не начал говорить, им казалось, что они про свой бизнес все знают. А они этим занимались в этом времени уже 5 или 6 лет. Но выяснялось, что они ничего не понимают в том, что они делают. И они поэтому в зале здесь сидят. Потому что они уже раз меня послушали без зала. Без этого зала. Так, один на один. Так вот, конечно, такие консультации один на один происходят и в зале. Понимаете, да? Но факт остается фактом. В зале есть такие, которые меня послушали и сделали, как я сказал. И стало все хорошо в жизни. Так вот, возникает вопрос. Олег Викторович, а где же вы этому всему? Учились или научились? Это очень сложный вопрос. Дело в том, что я ничему не учился и ничего не знал. Меня заставили учиться. Да. То есть я не хотел ничему учиться. Вы понимаете, да? Просто в один прекрасный момент появился человек. Х некий. Который сделал вот так. Как все запущено. Но, вы же понимаете, что я был парень сильный. Я был парень сильный. А этот человек был ужасный человек. Страшный. Но мне так сначала не казалось. Понимаете? И поэтому я, будучи сильным парнем, с ним привлекался, пытался ему что-то объяснять. И вот в приятный момент времени он спросил, что я умею делать лучше всего на свете. Ну, есть какая-то вещь, которую ты классно делаешь. А я к тому времени был такой злодеем. Вы себе представить можете. Я мог двух-трех человек на улице положить в рукопашную. Вообще просто. У меня какая-то, знаете, как будто полбокала пива выглядит. Я такой гадил. Я говорю, могу вот. А я действительно вырос в одном неприятном заведении. И достаточно неплохо умел это делать. И тоже это отдельная история. Как бы в моей жизни. В общем-то да. Он говорит, правда что ли? Прямо вот так. Любых трех. Я говорю, легко. А было мне двадцать или девятнадцать уже не помню лет. Он говорит, мы ехали. Была зима. Сажать меня в боевые свои. Поехали. И в Москве везет в Филевский парк. Долго едем на машине. Приезжаем. А у него такая, знаете, дорогое пальто, науковая шарка. Он ходит. И говорит, пойдем. А там, знаете, сугроб такой. Полтора метра. Он меня за руку в сугроб завел. Поставил. А сам на два метра назад отошел. Говорит, а такой. Ну давай. Я. А там сугроб. Я опять. А там сугроб. Я опять. Я ногу вытащил. Он смеется. Ну давай. Ты же сильный. Ты же троих. Одного. И я от старика. Давай. Ну покажи, на что ты способен. Я потом уже, когда много лет прошло, я понял, что очень хорошо, что я сугроб. Потому что Палыч от меня не оставил бы мокрого места. Попробую я что-то сделать. Но факт остается фактом. Он мне эти демонстрации показал, что я ничего не умею. То, что я думаю, глупость неимоверная. Мне казалось, что я могу. Но передо мной стоял человек в возрасте. А я ничего не мог сделать, потому что он меня поставил в сугроб. Когда мы ехали обратно, мне очень хотелось плакать. Мои все мечты были разбиты. Вообще, я как личность был просто уничтожен. Ему понадобилось всего лишь меня поставить в сугроб, чтобы уничтожить меня как личность, идти в движение. И я понял тогда, что надо слушать, что говорит этот человек. И вот тогда он меня заставил учиться. Этот человек меня заставил учиться. Но так как он был очень умный, он меня учил постепенно. Он был глупый и тупой. Поэтому он мне начинал объяснять простые вещи. Говорит, вот библиотека, вот книжки. Вот эту книжку возьми, прочитай, сядь. Потом обсудим с тобой, что ты думаешь по долгому. То есть обучение, оно не было в виде лекций. То есть я брал книгу, читал, а потом мы с ним ее обсуждали. Брал книгу, читал, потом мы сидели с ним ее дискутировали. И так постепенно год за... так восемь лет продолжалось. За восемь лет он научил меня и бизнесом заниматься, и многим другим заниматься. То есть смотрите, вот он человек. Видите? То есть знания получены от человека, а не от университета. Не от каких-то тренингов. Не от каких-то, знаете, волшебных книг. Не от каких-то... То есть, по сути, свои книги у меня заставлял читать для того, чтобы повысить мой уровень эрудиции. То есть в книгах ничего не было написано. Ему было интересно, как я думаю. То есть, как построена моя логика. Как я отношусь к вещам. Как я принимаю решения. Насколько быстро я соображаю. И так далее и тому подобное. Вот что его интересует. Потому что бизнес это вещь, где соображать нужно быстро. Очень. А на самом деле этот человек не был бизнесменом. Никогда в жизни бизнесом не занимался, он был военный. То есть этот человек был военный. В звании генерала. И он как бы прекрасно разбирался в бизнесе. Прекрасно разбирался во всем. Я не знаю. Наверное, не было темы, в которой бы он не разбирался. Но мне тут оказалось, что по сути, свой бизнес это все, что я хочу от этого человека. То есть, как зарабатывать деньги. А так как этот человек был очень богат. Очень. Несмертно богат. Да. И машина его... Ну, представьте себе человека, который на день рождения, где дарил в те времена джип. Чирокий. То есть у меня были некие успехи. Я приезжаю на работу. На Тиву. Возле... Возле входа в этом стоит джип. Ни у кого джипа не было в Москве в те времена. Стоит джип. Я говорю, что это за автомобиль? Он говорит, это твой автомобиль. Это подарок на день рождения тебе. То есть человек мог с Америки купить джип, доставить его в Москву и поставить перед этим, подарив своему воспитаннику. То есть это был очень богатый человек. Но. Этот человек, он очень многому меня научил. И самое главное, чему он меня научил, это думать. Это он из меня сделал ученого. Играет музыка.